В связи с пандемией существенно сократился поток доноров, соответственно и запасы крови. Запасы важного при многих заболеваниях и травмах ресурса почти иссякли. Первыми на помощь российским медикам отозвались ребята из молодежки ОНФ. Сегодня на территории Ульяновской области оригинальная команда Ульяновской области молодежь ОНФ проводит уже во второй раз всероссийскую акцию «Оставайся донором». Сегодня принимают участие не только члены команды, участники команды, но и студенты университетов. По всей стране к акции уже присоединилось 75 тысяч человек. Число участников в регионе постоянно растет. Ребята из молодежки говорят, что люди охотно присоединяются, когда узнают о дефиците крови. Я знаю о том, что сегодня особенно требуется много крови и не хватает даже самых распространенных, даже первой группы не хватает. А у меня как раз первая положительная. Поэтому я решил прийти, сдать кровь. В каждой больнице в нашей области есть операционные, в операционных требуется кровь практически каждый день. И каждый из жителей нашей области может принять участие, сдать кровь и помочь реально спасти жизнь. Несмотря на нарастающую массовость акций, еще нужна помощь каждого неравнодушного. Пока удалось лишь по некоторым группам существенно сократить нехватку этого ресурса. Однако некоторые пункты списка групп еще не закрыты. Крови у нас всегда немножко не хватает. Мы всегда рады видеть новых доноров. В данный момент у нас особенная нехватка доноров. Первая отрицательная, вторая отрицательная группа крови. Так что если кто-то знает, что у него именно такая группа крови, приходите, мы будем вам всегда рады. О пользе сдачи крови говорилось много. Кроме прочего, стоит заметить, что донор сдает экспресс-тест и через 7 минут знает, здоров ли он. По всей России к акции ОНФ присоединились спортивные клубы, общественные объединения и простые граждане. Присоединяйтесь и вы. Помните, что ваша кровь может кому-то подарить жизнь. Павел Половов, Александр Кудряшов. Новости Улл. Правда. ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова